День иконы Казанской Божьей Матери Ну а теперь во всем подробнее. Сегодня, 21 июля, православные христиане отмечают День явления иконы Казанской Божьей Матери. Это историческое событие произошло в 1579 году. История повествует, что через некоторое время после покорения Казани молодым царем Иваном Грозным и учреждения им Казанской епархии, произошел сильный пожар, истребивший половину Казанского Кремля и прилегавшую часть города. Вместе с другими погорельцами недалеко от места начала пожара строил дом стрелец Даниил Анучин. Его девятилетней дочери Матроне явилась в сонном видении Божья Матерь и повелел достать ее икону, зарытую в земле. На эти слова девочка не обратила внимания. Трижды являлась Богородица и указывала место, где укрыта чудотворная икона. Наконец Матрону со своей матерью стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. Поскольку образ, начиная с момента своего появления, начал исцелять, то до сих пор к нему обращаются с молитвами об избавлении от недугов, в частности от дарований прозрения слепых очей. Также икона помогает перенести тяжелые времена и утешает в скорбях. Ну а что до дел современных, то они прибавляют радости горожанам открыто работающие многочисленные питейные заведения в различных районах областного центра. Эта проблема, конечно, не нова, но, к сожалению, устранить нехорошие последствия поведения клиентов после посещения этих самых забегаловок пока как-то не получается. Рязанские полицейские чуть ли не еженедельно сообщают общественности об изъятии крупной партии контрафактного алкоголя с подпольных складов, располагающихся в различных малонаселенных районах города. Например, гаражи возле поселка Строитель приобрели не только в округе, но и у всех горожан дурную славу. Там частенько оперативники обнаруживали подпольные склады дешевого пойла. Как правило, те ящики, которые изымали правоохранители, содержали в себе десятки бутылок элитного алкоголя. Причем креативные бутлегеры не просто подделывали известные бренды, но и изобретали собственные. А в минувший понедельник рязанские полицейские изъяли самую крупную партию поддельной водки за последние годы. Наладили нелегальное производство алкогольной продукции в подпольном цеху в Сторожиловском районе. При досмотре помещений полицейские обнаружили полную производственную линию по разливу фальсифицированной алкогольной продукции. Из цеха и складских помещений изъято порядка 20 тонн готовой алкогольной продукции – водки известных брендов. На оценочную стоимость – более 7 миллионов рублей. Также полицейские обнаружили и изъяли оборудование, тару, этикетки и поддельные акцизные марки. При дальнейшем розыске сотрудники регионального МВД установили, что часть складских помещений располагается еще и на территории Рияжского района. На складах в Рияжске, оборудованных для хранения готового фальсификата, оперативники нашли 13,5 тонн подготовленной к реализации водки. По версии правоохранителей, такие большие объемы спиртного владельцы пытаются продавать в мелкие торговые точки. Например, в расплодившиеся в жилых домах многочисленные так называемые кафешки, бары и кофейни, которых в нашем городе, к сожалению, полным-полно. Обратил внимание на такое обилие пятийных заведений губернатор Олег Ковалев. На расширенном заседании правительства две недели назад он поручил чиновникам муниципалитета провести проверки таких злачных мест на предмет соблюдения законности. Работа была проведена большая, и это дало результат, но не надолго. Владельцы этих рюмочных, используя различные лазейки в законодательстве, вновь открывают свои заведения в жилых домах, уже под видом кафе, баров, других организаций общественного питания. И, более того, фиксируются случаи отравлений в этих заведениях от некачественного алкоголя и пищи. Поэтому я прошу самым серьезным образом отнестись к этой проблеме. Я считаю, что работать надо по двум направлениям. Это Минэку и торговли, и администрации города Рязани, и Роспотребнадзору обратить самое серьезное внимание и возобновить совместную комплексную работу по оказанию административного воздействия, чтобы максимально убрать их из жилых домов. Второе. Это необходимо поработать над поправками в региональное законодательство, с тем, чтобы исключить вообще торговлю алкоголем в жилых массивах на первых этажах жилых домов, где проживает значительное количество наших граждан. Два года назад вступил в силу региональный закон об ужесточении работы рюмочных. По прошествии этого времени можно сказать, что рюмочных стало меньше. Однако любителей разбогатеть за счет чужого здоровья не убавилось. Пятейные заведения все еще можно встретить в разных районах города. Одно из таких заведений находится на площади Попова в нескольких метрах от школы номер 36. Вполне логично предположить, что данное заведение по вечерам становится местом сбора местных магинальных личностей. Если на площади Попова питейное заведение расположено в отдельном здании, то так называемое кафе на улице Юнатов находится в жилом доме. Местные жители уверяют, что там продают отнюдь не пирожные с охлажденной газировкой, а напитки несколько покрепче и погорячее. А буквально через дорогу от этого заведения в парке имени Уткина находится детская площадка. Пример, который показывают клиенты питейного заведения для местных ребятишек, мягко говоря, не лучший. Кстати, на противоположной стороне парка есть ничем не примечательная торговая палатка. В темное время суток ее буквально оккупируют любители алкогольных напитков. И со слов очевидцев, торговля здесь оживает именно в темное время суток, когда в других местах приобрести добавки для банкета, увы, пивок не получается. В общем, даже несмотря на все запреты, законодательных поправок о том, что любая торговля алкоголем в заведениях, которые располагаются в жилых многоквартирных домах и пристройках к ним, запрещена, в городе остаются такие питейные заведения. Видимо, руководители этих рюмочных считают, что закон на них не распространяется. Городским проблемам относится и благоустройство. Конечно, есть и положительные примеры, когда некоторые улицы, дороги или дворы, ну или зеленые зоны содержатся в порядке. Но есть места, куда хронически не дотягивается рука рабочего коммунальных городских служб. Одно из таких мест – Лыбецкий бульвар. В понедельник там появился еще один металлический забор, огородивший путь до почтовой улицы. А вот работы по приведению бульвара в божеский вид пока что не начинаются. Многие городские парки и бульвары находятся, если не в упадочном, то в неухоженном состоянии. Некоторые зеленых зон все-таки привели в порядок. Но восстановительные работы на Лыбецком бульваре, который расположен в центре города, так и не начинаются. Напомним, что работы по благоустройству территории Лыбецкого бульвара должны были начаться еще в марте нынешнего года. По имеющимся сведениям, их намерены профинансировать предприниматели, которые ведут строительство гостиницы на улице Мюнстерской. Пока же здесь прокопаны траншеи для прокладки кабелей и других средств коммуникации к зданию будущей гостиницы. Пока никаких благоустроительных работ не начиналось. Ни лавочек, ни клумб, ни архитектурных форм еще не установили. Зато Лыбецкий бульвар перегородили с двух сторон глухими заборами. В начале апреля текущего года перекрыли вход в центральный рынок. Тогда установку барьера под мостом объясняли работами по благоустройству вместе с решением о переносе блошиного рынка. И тогда, помнится, горожане поступили с мешающим им забором, не церемонясь, а отвернули нижние листья жести и стали ходить по привычной им тропе. Неделя понадобилась рабочим, чтобы вернуть металлический забор в исходное положение. А вот сейчас перегородили уже и выход на улицу Мюнстерскую и Почтовую. На заборе, как и в апреле, красуется объявление, гласящее, что проход временно закрыт в связи с проведением работ по благоустройству. Пройти на Почтовую теперь можно только по разбитой и засыпанной строительным мусором дороге, что может вызвать массу проблем и недовольство жителей города. А вот обещанного благоустройства пока что нет. Тем временем ежедневно на улицах областного центра рязанские дорожные полицейские проводят работу по уменьшению заторов и пробок, а именно эвакуируют припаркованные в неположенных местах автомобили. Кстати, штраф за такое нарушение полторы тысячи рублей. Но, несмотря на эту сумму, некоторые водители по-прежнему бросают свои автомобили, где им удобней. Припаркованный в неположенном месте транспорт, несомненно, вызывает нарекания у многих участников дорожного движения. Ни для кого не секрет, что нарушение правил парковки может стать причиной заторов или того хуже дорожных происшествий. Ежедневно на улицах Рязани инспекторами госавтоинспекции ведется работа по выявлению и пресечению такого рода нарушений. В настоящее время в Рязани работают четыре эвакуатора, которые перемещают задержанный транспорт, в том числе и грузовой, на специализированные стоянки. В городе таких всего три. Расположены они на улицах Станкозаводская, Солнечная и Рязанская. Ежедневно рязанские автополицейские эвакуируют около десяти легковых автомобилей. Всего за прошедший период 2015 года за данные нарушения ПДД было задержано и помещено на спецстоянку более 1100 транспортных средств. Так что в очередной раз понадеясь на авось и оставив свой автомобиль не там, где можно, а там, где удобно, в один прекрасный день вы рискуете не обнаружить его на месте. А вкупе с вашими потраченными нервами еще и среднестатистический кошелек опустеет на ощутимую сумму. Впрочем, совсем не об этом шла сегодня речь во время начавшегося визита немецкой молодежи в наш город. Программа посещения у них довольно обширная. Помимо обзора достопримечательностей, это встречи с рязанскими студентами и спортсменами. 28 молодых людей приехали с визитом в Россию. Они представители молодежных организаций, которые реализуют российско-германские молодежные обмены. За круглым столом участники проекта встретились с рязанскими студентами и обсудили проблемы международного обмена. Честно говоря, трудности изменились. Сейчас современные трудности не как раньше уже, они это бытовые, это финансовые и так далее. Сейчас трудности это информационного характера, то есть перегруженность с предложениями, рынок идет. Не всегда студент сам может выбрать адекватную программу, ему нужна помощь, консультация. И трудность, конечно же, идет в тех организациях, которые могли бы помочь студенту более эффективно пройти стажировку. Я работаю на организацию, которая делает международные обмены для молодых человек. И поэтому мы здесь приехали в Москву и сюда в Рязан, чтобы организовать такие обмены через Германию и Россию. Для нас вот такие международные обмены очень важны, потому что русские, которые приехали в Германию или российские, они еще хорошо знают языки, это компетенция. В Рязани активисты пробудут два дня. За это время немецкие студенты познакомятся с проектами и инициативами молодежи города, обсудят актуальный вопрос сотрудничества, а также познакомятся с достопримечательностями Рязани и области. Ну а теперь о погоде. На протяжении недели, как отличают синоптики, будет прохладно, но дождей обещают поменьше. Прогноз на неделю продолжит эфир. Июль в народе называют макушкой летом. И не случайно, обычно это самый жаркий месяц. В нынешнем году ситуация для июля не совсем обычная. Атлантические циклоны несли и продолжают поставлять в центр России дожди и прохладу. Среднесуточная температура воздуха остается ниже многолетних значений на 2-3 градуса. За прошедшие дни июля выпало 73% от месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, не обойдется без дождей и в ближайшие дни. В среду и четверг наш регион будут пересекать атмосферные фронты циклона, которые продолжат обеспечивать дождями разной интенсивности и продолжительности от небольших до кратковременных. В среду они местами будут сопровождаться грозами. А вот температура существенно не изменится. По ночам около плюс 13, днем в районе 22 градусов. А вот последний рабочий день на этой неделе настроят на позитивный лад. При переменной облачности местами еще могут перепадать небольшие дожди коротковременного характера. Ночью плюс 10-15, а вот днем уже от 21 до 26 градусов. В выходные дни погода, хотя и не будет соответствовать требованиям макушки лета, но все же еще улучшится. Так что не теряем надежды на то, что все еще случится и что жаркое лето впереди. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет первый заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Марина Горожанова. И речь в беседе пойдет о премии в области литературы и искусства, которая посвящена юбилею поэта Сергея Есенина. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. Сорок 20 40. Сорок 20 40.